Людей нужно держать в узде. Много тысяч лет этим занимаются наши халдеи, через структуру власти. Они контролируют все социальные лифты. Без их ведома человек может подняться лишь до определенной карьерной ступеньки. Ротшильда и компания финансировали троцкистов. Сталин пришел к власти незапланированно из-за внезапной болезни Троцкого. Финансирование СССР и США шло для подготовки Второй мировой войны. Компоненты атомной бомбы были переданы в СССР по плану Баруха в целях развязывания Холодной войны с последующим ее перетеканием в Третью мировую ядерную войну. Еще три месяца назад меня просили прокомментировать фильм «Оппенгеймер». И опять просят. Я фильм недавно посмотрел и даю краткий комментарий не столько к фильму, сколько к истории с атомным проектом. Фильм снимался одним из самых кассовых режиссеров Голливуда и был сильно раскручен. Но, по моему мнению, он не заслуживает большого внимания. Фильм выдающимся произведением не является. «Оппенгеймер» предстает там гением и высокоморальным человеком, цитирующим Хавадгиту и сожалеющим о содеянном. «А это что?» «Санскрит». «Ты на нем читаешь?» «Еще учусь». «Я сама смерть, разрушитель миров». А Эйнштейн предстает подобным Богу. «А если правда кошмарна?» «Вы остановитесь, а потом расскажете об этом нацистам, чтобы никто не уничтожил мир». Внесу некоторую ясность в историю с атомным проектом, или, как его называют, «манхэттенским проектом», названным в честь Колумбийского университета на Манхэттене. В роскошном районе Манхэттена с таунхаусами и дворцами-особняками жили организатор проекта банкир Бернард Барух и физик Роберт Оппенгеймер. Барух был серым кардиналом США, или, как его называли, «советником шести президентов», владельцем самого старого и авторитетного банка в мире. Во время войны он курировал всю военную промышленность США. Оппенгеймер был представителем банковского семейства Оппенгеймеров, родственного Ротшильдом. Оба, естественно, были масонами высшего посвящения, оккульсистами и сатанистами, как и президент Рузвельт. Манхэттенский проект имел оккультную подоплеку и изначально был рассчитан на будущий Армагеддон. Атомная бомба станет ужасным проявлением божественной силы. Как и Вторая мировая война, одним из главных организаторов которой был Барух. Главным исполнителем научной части проекта были масоны еврейского происхождения, за исключением итальянца Энрико Ферми, женатого на еврейке и считавшегося своим человеком. Тоже чувствуешь, что нас не очень-то рады тут видеть. Нас физиков? Смешно. На кафедре не чувствую. Так там одни явления. Военный куратор проекта Лесли Грофс до этого был исполнителем оккультного проекта постройки Пентагона. Я полковник Грофс, а это подполковник Николс. Верните чистым. Вы мало принимаете на веру. Я ничего не принимаю на веру. Бомбардировка Хиросимы сопровождалась службой в масонских храмах США. Значительную часть фильма составляет история травли от Пентгеймера республиканцами-маккартистами. Когда вы жили в Европе, то общались с широким кругом физиков из разных стран. Все так. И с русскими? Маккартисты видели главными врагами США коммунистов, а численность Компартии США перед войной и во время войны достигала 100 тысяч. И ее представители проникли в важнейшие институты США. Мракобесие маккартистов не вызывает сомнений. И оно хорошо показано в знаменитом фильме Majestic с Джином Кэрри. Четыре года назад так называемую голливудскую десятку вызвали в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, которая занимается делом о распространении коммунистической угрозы в Голливуде. Примерно половину членов Компартии составляли евреи, выходцы из Восточной Европы. В основном это были троцкисты. Но они все равно проявляли солидарность Советским Союзом. А Пенгеймера обвиняли в связи с коммунистами и передаче СССР секретов ядерного оружия. ФБР записывало номеромашину предполагаемых мест встреч коммунистов. Так он и попал в их списке. Но после того, как Гитлер вторгся в Россию, она стала союзником, вы вновь начали симпатизировать коммунистам? Нет. Парадокс ситуации в том, что это так называемое предательство было санкционировано самим Бернардом Барухом. По его идее, передача ядерных секретов СССР приведет к гонке ядерных вооружений и обострению Холодной войны. Термин «Холодная война» предложил сам Барух. В последующем будет организована Третья мировая ядерная война, что требует план Соломона. Естественно, в организации этой войны будет обвинен Советский Союз, за что и будет уничтожен. Как мы увидели, СССР был уничтожен мирно, и теперь очередь за Россию, включая Украину, из которой хотят сделать новую Хазарию. Но план превращения Третьей мировой войны в ядерную остался. Такого редкостного бреда еще поискать надо. Где в Библии написан какой-то план Соломона? Вы о чем вообще? Вы хоть Библию читали? Отвечаю. Слов. План Соломона в Танахе нет. Но план захвата мира есть во второзаконии, а также у пророков, включая апокрифические тексты. Детально план Соломона изложен в Вавилонском Талмуде, Лурьянской Кабале и других кабалистических книгах. Но изначально план можно считать библейским. Вы учите историю. Все погромы и антисемитизм начинались с вот таких басен. Какие же вы глупые и необразованные, дикие, пропитанные антисемитизмом. Отвечаю. Так называемый антисемитизм и погромы это не стихийное явление. Они управляются верхушкой мирового сионизма при помощи спецслужб, СМИ и политиков. Антисемитизм необходим по мысли этой верхушки для сплощения евреев и давления на непокорные страны. Приведу примеры. У нас одна надежда. Какая? Антисемитизм. Инспирированные погромы в царской России использовались для давления банкиров на царей и поддержки террористических организаций. Антисемитские организации в СССР создавали сандроповскими кадрами в КГБ, чтобы ускорить репатриацию. В одной из передач телеведущего Александра Жилина были приведены факты вывешивания антисемитских плакатов по заказу известных шляп. После этого передачу Жилина прикрыли. Недавние антисемитские акции в Дагестане, где пострадали не евреи, а дагестанцы, не были стихийными. Они управлялись извне. Их цель достигнута. Внимание СМИ было приключено с событий в Израиле на события в Дагестане. При этом либеральные СМИ истерили. А вот ответ борцам с антисемитизмом от другого зрителя. Как только вы начинаете дергать за хвост дьявола, вы неизбежно столкнетесь с антихристом. Ведь наш знаменитый философ, чертоискатель Бердяев-Бердещевский прямо пишет «Союз сатаны и антихриста». Но как только вы займетесь антихристом, вам неизбежно прилепит ярлык антисемита. Однако у меня есть три хороших адвоката, никто иные, как три кита сионизма. Первый кит, идеолог сионизма номер один, Теодор Герцель, в своем дневнике писал, что он считает антисемитизм полезным. Второй кит сионизма, Владимир Жибатинский в 1905 году писал «Как довод для сионистской агитации, антисемитизм, особенно возведенный в принцип, конечно, весьма удобен и полезен». Третий кит сионизма, премьер-министр Израиля Бен Гурион, в свое время писал в еврейской газете Кемфер в Нью-Йорке «Если бы у меня была не только воля, но и власть, я бы подобрал группу сильных молодых людей. Задача этих молодых людей состояла бы в том, чтобы замискироваться под неевреев и, действуя методами грубого антисемитизма, преследовать евреев антисемитскими лозунгами. Я могу поручиться, что результаты, с точки зрения значительного притока эмигрантов в Израиль из этих стран, были бы в 10 раз больше, чем результаты, которых добились тысячи эмиссаров чтением бесплодных проповедей». «Вы, кажется, ничему не привержены». «Я привержен идей свободно мыслить об улучшении мира. Зачем ограничивать себя одной догмой?» «Центр всего этого здесь, секретная лаборатория посреди пустыни на самообеспечении. Жильем, оборудованием, всем прочим, будем жить там, пока не закончим. Еще нужны школы, магазины, церковь. Зачем? У ученых должна быть возможность взять с собой семьи, иначе они не поедут. Хотите секретности? Постройте город. И быстро». «И вот ты здесь потерялся в своем квантовом мире возможностей и ищешь определенности». «Не стоит недооценивать психологический эффект от атомного взрыва». «У нас есть атомная бомба во множестве вариантов. У нас есть супербомба. Чего еще вы хотите? Единорогов?» Как назовем испытание? «Сердец господин, бог третий». «Что?» «Три недели».